а вот смотрите видимо их логика тоже в чем заключается от проект бюджета на ближайшие три года 22 году планируется фонд национального благосостояния довести до 16 и 2 десятых триллиона рублей почти целый бюджет годовой память видимо расчет том числе на то что неплохая конъюнктура экономическая кубышку наполняем случае чего всех думаете отчасти наполняется фонд национального благостания по другой причине они ожидают глобального ну в том числе и глобально это первых кремля очень боятся глобального кризиса существует они прекрасно знают консенсус прогноз что ближе к концу следующего года 20 развернется глобальный и у них люди живут уже всегда прошлым генерал и всегда готовится к прошлым битвам мальчик помнят что когда был премьер-министром российской федерации разразился глобальный кризис 2008-2009 и тогда резервы помогли его благополучно пройти но кстати прошли мы его все равно хуже стран у которых резервов нет уже европейских стран не так но на этот случай да у нас резервы готовятся выдело что в случае кризиса они все равно будут направлены на поддержку кого классово близких олигархов да понятно да и того что не будут называть системно значимое на самом деле это будут только на свои кризиса не очень боятся считают что он очень поспособствует ухудшению социальной ситуации и может стать катализатором не первопричиной но катализатором мощных социальных и политических протестов поэтому я не очень верю исходя из того как наша власть вообще управляет ее способность эти деньги потратить так чтобы смешировать понимаете у меня ощущение а я я думаю как и вы получаю очень много информации с регионов от людей в разных сферах или что страна вообще перестала управляться она как-то катится вот само собой что работает то работает инвестиционный да а не один вопрос не один вопрос вообще уже решить не может но в москве еще там эта машина которая подпитывается огромным количеством денег еще работает провинция на вас вообще чем бы вы не пришли в этот пород поворот получен ну вот яркий пример смотрите приморский край прошлом году мы помним эту спецоперацию второй тур выбора в нашим кожемяка колоссальные деньги были заказаны на его компанию на всякие проекты сейчас спустя год почитайте различные таскать аналитику информацию все провалено практически все мы большинство обещаний вплоть до того что обещали вернуть выборы мэры там забыли об этом все обещания они в подвисшем состоянии то есть колоссальные деньги по сути канули в лету это вот ярчайший пример а сколько таких примеров более так по всеми закона куда-то и денег вообще никогда не направлялась и не дошло и просто вообще ничего не делается вообще ничего и люди это вызывает сильно очень раздражение что они потеряв услышат одно реальности наблюдает другое главное не ощущать что на них всем наплевать вот от мельчайшего клерка да то там до губернатора там это этой провинции всем наплевать и главное что их доходы снижаются понимаете мы еще можем стерпеть что у нас наплевать что мы не можем выбрать кого хотим если у нас растут доходы вспомните поэтому вам было очень трудно работать с обществом там условно первые десятилетия когда росли доходы я наблюдал что люди не очень понимали анти смысл антипутинских выступлений не посмотрели ну да но ограничение демократии но я же покупаю машину в ипотеку квартиру езжу отдыхать за границу уже не в турцию во францию когда у вас растет благосостояние личное особенно в больших городах то вы согласны со многим смириться но если у вас денег нет цены растут и главное что ужаса нет никакой перспективы вот это вот отсутствие исторической социальной перспективы это пугает в россии сейчас все уважают рассмотреть увлеченность молодежи протесты то же самое в нулевые годы хоть это понятно было во многом иллюзорно но у людей было ощущение что да есть какая перспектива свет в конце тоннеля добыл во многом за счет конъюнктуры рост доходов и конечно да тогда было работать гораздо тяжелее и отклик находился и мере небольшой наше объяснение там призывок неважно слева справа куда угодно сейчас совсем другая картина вот она короткий вопрос я понял ваш прогноз что там до 22 года им не продержаться значит не продолжена пусть они тоже слушают и знают но владел одежь путин у нас сурков призывает уже путинизм изучать все-таки человек при всем притом не глупый и в его команде есть тоже люди ну скажем так не глупо на у них мотивация корыстная до мотивация такая низменная какая угодно но не глупый они что это не понимают или уже просто система так отстроена что уровне реформироваться не по ним не может некоторые понимать сказать этому некоторые понимают и готовятся к эвакуации в полном смысле слова причем речь идет о близких президенту а близки а вы ходу ближний подсказать что может быть лагеря давать и системные китая не не пытались нет это не воспринимается они считают путина не ровным и да а это не воспринимается он считает что общем дело все равно идет правильном направлении все не так плохо потому что то информация который он получает но это же все равно что информацию растат об экономическом росте и русский нашего с вами классика диктатору там вроде много каналов информации но почему-то по всем каналам вы получаете сущность на одну и ту же информацию вот тут помните недавно дмитрий медведев разразился инвективой в адрес губернатора то что же они там в рот манипулирует повсеместно это же повсеместно это норма это норма когда все друг друга обманывают что надо читаться перед начальством но все в порядке начальник у меня все замечательно вот ну склонность бюрократии к приписке всегда была но сейчас она придете в лажанец представьте себе переносящий дурные новости главе государства кстати были такие поверьте были такие смельчаки больше они не пытаются что же это понимать что творится охота будь а вот так далее да вот сергей поверьте у них точно совершенно отбили охоту приносить падишаху дурные висит голову с них правда не сняли но они не хотят потерять свои позиции и больше они дурных новостей не принадлежит пусть она катится как катится а я подумаю себе то есть индивидуальные стратегии спасения преобладают над общенациональной повесткой поэтому вот все эти нацпроекты это способ распилиться это совершенно откровенно делается все понимают что надо просто распилить огромный день поэтому давайте заложим туда такие параметры и такие задания где можно эффективно воровать директору сложнее было контролировать да 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 совершенно верно масштабные проекты понял ну я в основном конечно согласен там можно спорить 22 год не 22 но видно что у системы запас прочности исчерпывается на на реформы они не готовы по названным вами причины категорически негапа другим оппозиция не слушать даже умеренную свою близкую не хотят хотя и тоже я надеюсь юганов регулярно ходит ну-ка раз путь на видится ему там все еще но даже если на не слушает 10 10 так сказать наказов коммунистов визит а низких ударов я образно там их не 10 побольше да и валер и пудрин но видимо да значит не заходит хорошо тогда выходим на наиболее может быть для нас актуальный вопрос вот 2012 году я сам был участником широкой оппозиционной коалиции где-то я читал ваше интервью или перед дачу какую-то вы как раз подчеркивали да что в новейшей истории это было за последнее долгое время единственный пример достаточно удачно на советской до на каком-то этапе коротком взаимодействие самых разных политических сил либеральных таком разумных называем левых коммунистов националистов на ли всяких гражданских структур экологи там профсоюзы в каком-то объеме независимые я был в гуще этого процесса тогда на мой взгляд постановка вопроса была очень четко хотя многие пытались говорить что противоестественной союз уже с ежом скрестили искали таскетом деньги госдепа ну деньги госдепа может где-то есть ну как говорится но не про вашу честь это не про нашу честь но и масштабы сильно преувеличены всегда да вот соответственно была четкая постановка вопроса нам надо обеспечить переходный этап если власть уже будет не способна на каком-то этапе управлять вот о чем мы сейчас говорят тогда тоже были такие ощущения что ну тогда система пошатнулась она выправилась но пошатнулась соответственно были тоже внутри элитные там разборки в тот период было очевидно вот соответственно нам надо если власть значит выпускает самую власть из рук чтобы она на земле не валялась обеспечить вместе переходный период чтобы не было гражданской войны не дай бог каких-то столкновений и прочее-прочее там иностранного какого-то вмешательства и провести насколько возможно прозрачные выборы то есть условно как на украине хоть там аналогии с украины не всех вдохновить на игры чисто про технические моменты выборы президента потом парламент такая схема вырисовывается она это переходное время какой-то значит орган ну временное правительство не хорошо называть переходное правительство переходного периодного народного согласия назвать можно красиво чтобы никого не отпугивать конечно вот в общем то было абсолютно здравая идея и она как раз и примеряла самых разных антагонистов ультра-левых с ультра-либералами потом к сожалению такая лица мы сейчас не будем вдаваться много причин она распалась я потом посидел несколько лет заключением выйдя в семнадцатом году на свободу я к сожалению к сожалению для себя отметил обнаружил что вот следов от той коллекции к сожалению не осталось причин много да и крымские события туда естественного в лепту свою внесли и работа власти по стравливанию всех со всеми и подкупу какой-то части возможно лидеров не будем сейчас фантазировать но ничего нельзя исключать на ваш взгляд есть сегодня предпосылки для того чтобы в том или ином виде вернуться к этому понятному довольно формату взаимодействия потому что пока мы что наблюдаем прошлый год пенсионная реформа более такая левая повестка социальные левые силы кбрф там мы все участвовали союзники проводили довольно массовые акции но критической масса они не набрали пенсионная реформа была принята этот год те же московские протесты больше да это была повестка у либеральной оппозиции ну перочек потому что их кандидатов не зарегистрировать большие мощности тоже были включены медийные прочие до 50 тысяч на сахар это хорошо но конечно недостаточно для каких-то более на серьезных перемен возникает ну такая в общем простая мысль может быть для того чтобы синергию некую произвести скооперировать усилия вот этих самых левых которых при всем при том не так мало и в той же москве а в провинции еще больше и сторонников либеральных разных организаций и тех же там национал-патриотов вменяемых понятно мы не говорим об ультра группировках вот и что по логике ну просто даже по математическим раскладам эффект уже будет да будет людей больше для власти это будет опаснее и в общем то можно будет уже как поставить с позиции силы вопросы навязывать какую-то свою повестку они только отыгрывать то что на власть кидает какие-то проблемы законы антинародные прочее я лично горячий сторонник того чтобы такая работа велась и некая коалиция в каком-то формате я считаю с минимумом бюрократизации вновь появилась вот я знаю что вы тоже на эту тему высказываетесь и тоже вы являетесь сторонником такого подхода на ваш взгляд насколько во первых это на сегодня реалистично как в этом направлении идет работа и в общем то как бы ну в примерных очертаниях видите формат этой коалиции но я условно спрашиваю я понял сергей это очень важный вопрос вы правильно сказали что он ключевой для понимания нашего будущего с моей точки зрения сейчас коалиция становится реалистической перспективой вот в семнадцатом году а когда вышли на свободу это было сугубо тюрьмы восемнадцатом году они нужно было уже начать задумываться сейчас уже можно создавать потому что изменились массовое настроение они совершенно точно изменились в сторону против власти есть понимание готовности к переменам не у всех перемен вообще хотят все но есть группа которая готова ради этих перемен что-то делать есть ощущение у тех кого я бы назвал даже не политическими гражданскими активистами что если мы не будем сейчас что-то делать начнем менять страну то страна может руб соответственно значит моя концепция очень простая она состоит в том что надо создавать не политическую коллекцию я называю гражданскую то есть объединять всех граждан страны то есть те кто ощущает себя гражданами россии готовыми ради нее что-то сделать и для себя тоже естественно не только ради страны естественно эта коалиция будет включать политические организации общественные организации просто людей в своем индивидуальном качестве я не сомневаюсь что мы очень легко сформируем общую платформу очень легко по принципу наименьшего общего знаменателя все включая завзятых либералов выступает противопенсионной реформы юношной губы все выступают за отставку правительства потому что такое правительство не имеет права на что все выступают за бюджетный федерализм поскольку это логично все выступают за распуск этой дыры и еще есть несколько пунктов которых мы все едины вопрос о крыме мы просто вынесем за сколько вот есть вопрос по которым мы не мы согласны есть по которым мы не согласны и мы будем их обсуждать спорить дискутировать на свободных конкурентных и честных выбран теперь а что реально значит я беседовал со многими комиссий на либеральные позиции готовность к объединению не у всех но есть есть понимание того что такая коллекция не обходить вот сейчас мы с вами сидим беседуем и и смотрите у нас нет принципиальных расхождения в оценке ситуации вот нет принципе первых расхождений а в понимании того кто виновен в этой ситуации у нас нет Cada Расхождения в понимании того, что надо Сделать мирным путем Исключительно Мы всегда это подчеркиваем Для того, чтобы ситуацию изменить Дальше, да наши пути разойдутся Вы левый, я правый либерал Но Мы можем и должны Создать такие условия Для нашей страны Для всех наших людей Чтобы они могли жить лучше, свободнее А мы, как представители политических сил Могли свободно и честно конкурировать Поэтому я считаю, что сейчас Подошло подходящее время для создания Коалиции Я получаю из региона очень положительные Отлики, вы знаете, что там на самом деле Никакой вражды между гражданскими Ключкино-активистами нет Их просто мало Там проще договориться Они между собой подсядут за стол И прекрасно договорятся Я думаю, что и мы в Москве договоримся Это очень важно, чтобы мы договорились Чтобы мы поднялись с нами Потому что еще раз повторю Россия так организована, что Знамя надо показать отсюда Мы поднимем знамя И мы скажем, что мы готовы двигаться вперед Да, мы даже внутри коалиции Будем там дискутировать Чем-то расходиться Но мне кажется Мы можем вполне Знаете, сейчас употребить Ленинские слова Промедление смерти Все вполне серьезно Пришло время Когда решается судьба страны И здесь все люди Которым страна дорога Должны быть вместе Независимо от их политических и идеологических взглядов Для меня это кажется очевидным Ну, Валерий Мне приятно Действительно слышать Такие ваши высказывания Потому что я Как был в 2012 году Горячим сторонником Именно такого формата взаимодействия Потому что иначе Если мы не вместе Мы правильно сказать Теряем время Вот если бы тогда Мы не позволили развалить Ту коалицию Ну понятно Прошлая история Может быть и быстрее бы Те самые перемены настали А так мы потеряли 7 лет Как ни крути Это печально Многие люди из МТИС жизни ушли за эти 7 лет А кто-то потерял здоровье И там посидел в тюрьмах Так что сейчас Уже второй раз урок нам Жизнь преподносит Если опять будем медлить И тешить свои амбиции А многие к сожалению Этим страдают И из-за этого не происходит То самое объединение Это еще будет более губительно Поэтому я согласен Платформа Она не сильно отличается от 2012 года Ну, в общем не сильно Нюансы, да Тогда не было пенсионной реформы Тогда было что-то другое Все острые вопросы Тогда мы тоже Борис Ефимович Немцов жив Там Гарри Каспаров Прочий Ну кто-то Он задавал в этих процессах С либеральной стороны Мы четко договаривались Что мы не трогаем там тему Сталина Условно Они нас не заставляют каяться за Сталина Мы их не заставляем каяться За приватизацию За Ельцина и Чубайса Да И значит Берем вот то, что нас объединяет Политическая реформа Досрочные выборы Независимый суд Свобода слова Собрание Какие-то базовые социальные вещи Как вот там сейчас Пенсионная реформа Тогда это была реформа Профсоюзная То есть она и сейчас актуальна Вот Поэтому для нас важен Для меня лично результат Не просто процесс Процесс, конечно, тоже увлекательный Мы все им занимаемся Но хотелось бы при своей жизни Увидеть результат Совершенно верно Потому что очень обидно Будет, так сказать, лет через 30-40 Уже на пенсии Рассуждать Рассказывать детям об упущенных возможностях А ту и внука Рассуждать, почему мы не смогли Лучше с какими-то издержками Но смочь Потом Заниматься Абсолютно верно Конкретным делом А вы правы Может быть абсолютно Свободных выборов Еще и не придумано Но на более-менее Открытых выборах Без этого беспредела Что сейчас Самое главное Чтобы туда были допущены Все Совершенно верно Все, кто Это заслуживает По законам Кто хочет участвовать В несложные законы Регистрации Конечно Ведь сегодня в этом Главное Проблема То есть вроде бы Есть разные силы Покажут Да А дальше Пожалуйста Да Уже Будем обращаться Мы к избирателю Вы Я думаю Конечно В России нет Такой сегодня ситуации Что будет резкой доминации Какой-то одной политической силы На мой взгляд Я тоже как не думаю Все равно будет Какой-то коалиционный Баланс Возможно Балансы В парламенте Может быть Коалиционное правительство Это надо думать Вполне вероятно Потому что Иначе опять Это мы к чему придем Значит Поработаем вместе А потом опять Кто-то Кого-то начнет Как у нас бывало в истории Давить Совершенно верно Если мы сейчас В коалиции Поработаем вместе Это значительно Повышает наши шансы Договариваться Потом То есть У нас появится Опыт стратегического Компромисса Поучиться Поработало бы Учредительное собрание Подольше Да Может Стать Совсем Не исключено Ну я Это конечно История не терпится Слагать Наклонения Тогда Идея Понятно Сложнейшая Ситуация Да И общемировая Тем не менее Что-то в этой мысли Есть Да Поэтому Ну Валерий В заключении Хотел поблагодарить Действительно У нас порой И с нашей стороны Есть люди Которые Демонизируют Либеральную Оппозицию Ну кто-то Искренне Заблуждается Кто-то Таких Конъюнктурных Вопросов И со стороны Либеральной Оппозиции Порой Такой Про себя Про левое движение В целом Почитаешь Просто Становится Страшно Я рад Что немало Людей Как вы Адекватно Оценивающих Ситуацию С нашей стороны Тоже Таких людей На самом деле Много Я вам скажу Откровенно И в наших Системных Парламентских Немало Людей Которые Вот примерно Так же Если с ними Поговорить С глазу на глаз Примерно Так же Рассуждать Другое дело Что там Есть некие Ограничения И наверное Несистемным Силам Политическим Гражданским Общественным Легче Быть застрельщиком Тогда и Системные Партии Где-то Вынуждены Будут Учитывать Подтягиваться Учитывать Если у нас Будет Получаться Всегда Если что-то Где-то Получается Все сразу Начинает Проявлять Интерес Пока не Получилось Все ждут И смогут Получится Не получится Это чисто Русская Приводочка Поэтому Спасибо За интересный Разговор Я думаю Будем продолжать Такие встречи Общения Не только Просто Дискуссии Но и надо Переходить Практическим Шагом Я с вами Полностью Согласен Добиться Реальных Перемен В России Победить Вот эту Гидропутинизм Которую нам Предлагают Изучать А на самом деле Ее надо Демонтировать Можно только Сегодня Усилиями Разных Политических Сил Иначе Мы еще На долгие Годы Можем Оставаться В таком Состоянии Просто Порабощение А это Не хотелось Большое спасибо Спасибо вам Сергей До новых встреч Друзья Надеюсь Вам было интересно Подписывайтесь На канал Присоединяйтесь К нашему Движению Присоединяйтесь